Ситуация на внутреннем рынке Гомельской области по забеспечению населения товарами и послугами стабильная. Это, бодай, главный выник, который сделан после анализов ситуации на споживецком рынке. У нас, с оправдой, нема дефицита продукции, а пустые полиции давно застались и уминулым. Что-то, что выбрал, то он, звичайно, так само немаленький. Сегодня на Гомельщине можно набрать выробы любого белорусского вытворца. У часа Советского Союза были видны популярными фотосдымки на фоне некоторых десятков готовых колбас. Правда, были иные редкими, вот, зарабить их можно было только у замежи. Зараз, колбас, копая и в очинных крамах, але хочется уже нечего большего. Нечто большее – это звичайные цены. Нажаль, казать об их стабильности, пока не приходится. Только за первый квартал этого года цены на продукты харчевания увеличились больше на 7,5%, на них харчевые – на 5%. В таких умовах покупник стал больше потребовальным. Дорогая продукция часто так и застается на полициях, а после завершения термина «заховывание» вертается вытворцем. В первую очередь привилегию покупателя стоит ценовой фактор, во второй стоит качество продукции реализуемой. Естественно, молочная продукция, колбасные изделия – это в любом случае покупатель у нас покупает. Еще одна невельми приемная тенденция – снижение объема продажи у товаров айчины в творчестве. У первого квартала такая ситуация означалась у 15 из 21 районов в области. Актуальное питание – выконание державного социального стандарта по забеспечению населенства гандлевыми площами. Только за первый квартал у сельской местности закрылись 43 крамы. При том, что, прежде чем область пожил Союза, регулярно обслуговать вязковое населенство в уголе, пока никто не мгнется, посылаются на невысокий товароборот и низкую покупницкую сдольность. На сегодняшний день сельская местность при достаточно высоких затратах отличается достаточно низким покупательским потоком. Поэтому привлекательность достаточно низкая для наших розничных сетей и даже индивидуальных предпринимателей. И еще один момент, на который необходимо звернуть увагу при анализе ситуации на споживецком рынке. Тричит Союз, так званого неорганизованного гандлю, когда особенные люди привозят увезки товары и продукцию на уластном автотранспорте. Такие продажи не только не отповидают санитарным потребованиям, але и его объемы у сатыстоку не отрапляют. А прочатаго никто не может проверить докладность у всех справоздач, які представляют дробные гандлевые кропки, особливо у той же сельской местности. Покуржа, ведь цены лишь бы такие. Управнание с отповедным летошним переедом розничный товароборот на Гомишне сегодня снизился амаль на 2%. Олег Синчаров, Игорь Маришенко, Телератокомпания Гомель.